Здравствуйте! Это программа «Вечер на седьмом» проведет его с вами Татьяна Милимко. Сегодня в гостях у нас Ольга Герасимюк. Рада вас приветствовать. Первый заместитель главы Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. Вы приехали в Одессу как раз в канун Дня Независимости и написали замечательный пост в Фейсбуке о том, какая Одесса сегодня. Скажите, ожидали ли вы увидеть ее именно такой? И опишите, пожалуйста, еще раз. Ну, я к Одессе питаю особо нежные чувства. В общем-то, наверное, очень долгое время в своей жизни. С Одессой связаны и последние годы, и я тут избиралась бурно. И здесь у меня очень много друзей среди журналистов, среди молодых ребят, которые вот сейчас Одессу, я думаю, что они ее олицетворяют. И, конечно же, я думала, где мне встретить праздник. И вот, в принципе, как бы сразу решила, что это будет Одесса, потому что здесь особый дух. Она особенная всегда, она независимая и горда по своему характеру всегда была. К ней очень сложно подступиться, понравиться ей. Вот. Но она особо себя проявляет в таких ситуациях, в которых вот сейчас мы все живем. И я горжусь ею. Поэтому этот праздник был особенный. Я встретила всех своих, кстати говоря, друзей. Мы, между прочим, вчера пили кофе в украинской книгарне. Радовались тому, что в Одессе сейчас новая полиция, которую мы уже любим в Киеве. И я тут ее уже видела на улицах и приветствовала. И, кстати говоря, пользуясь случаем, скажу, что оставила в украинской книгарне для нее вот эту пидвишену каву. У вас есть такой тоже, знаете, услуга, да. Так что полиция может зайти попить кофе туда. Отлично. А телевизор наш смотрели, скажите? Одесская телевизор. Я просматриваю. Ну и по долгу службы, так сказать. Но вообще меня очень профессионально интересует, как вы работаете, что вы делаете. Потому что региональный телевизор для меня важнее национального, скорее всего. Потому что, наверное, тут вы ближе к своей жизни. Это очень важно для жителей города. Здесь, конечно, формирует все, что происходит. Да. И Одесситу, наверное, конечно, интересно посмотреть на себя в национальном канале. Там встретить своих персонажей. Но то, что происходит в городе, что его волнует. Как это кто подает. По тому, как это выглядит на разных телевизионных каналах. Видно, какова ваша политическая жизнь. Какие у вас отношения. Что от вас ожидать. Мне любопытно это наблюдать. Соответствует ли информационная политика нашего одесского телевидения той, который видит, например, нацсовет в эти сложные времена? Вы знаете, я хочу отметить, что мы на наших заседаниях, мы заседаем каждый четверг. Мы не сталкивались с теми случаями, которые бы можно было назвать тревожными, попиющими. Потому что одесские журналисты, одесские каналы ответственно относятся к происходящему стране, к своей профессии. Что очень важно. Потому что мы сегодня должны понять, что мы принадлежим, допустим, разным собственникам. Ну, я имею в виду, каждый канал коммерческий, я говорю о коммерческих каналах, имеет своих инвесторов, свою политику. Но сегодня очень важно понимать, что инвестор делает свой бизнес в этой стране. Он должен быть перед ней ответственен. И думаю, что журналистские коллективы все должны понимать, что они, тем не менее, все равно независимы. Они должны общаться со своими инвесторами и требовать придерживаться всех демократических стандартов. Я уверена, что вы не ощущаете на себя никаких давлений, потому что в эфире я этого не заметила. Зато заметила очень симпатичное мне стремление разобраться и очень смело вторгаться в исследование того, что происходит. Это мне близко как журналисту, не как чиновник. Расскажите, пожалуйста, сегодня вот к нацсовету есть ряд вопросов, анализируя интернет-издания. Пожалуйста, задайте их. Есть ряд вопросов. Одни говорят, что вы слишком жестко относитесь к информационному пространству. Вторые, наоборот, считают, что вы слишком лояльны. Как вы относитесь к такому мнению? И какой должна быть информационная политика информационных изданий в это время? Знаете, Национальный совет сейчас звучит, и что бы ни произошло, в стране все пишут сейчас, Национальный совет обращения, относится ли это к нашей компетенции или нет. С одной стороны, я высоко ценю. Это значит, мы все-таки смогли открыться. Ведь еще несколько лет назад никто не знал о существовании такого органа. Существовал какой-то коррупционный такой где-то монстр, куда это каждый знает. Появлялся где-то с какими-то стопором. Туда боялись переезжать директора местных станций. Нам рассказывали какие-то страшные истории, которые мне вообще как-то невозможно даже представить, что это было. Мы постарались изменить подходы. И мы выступаем за дерегуляцию. Мы хотим, чтобы каналы сами инициировали перемены. Мы никаким образом не влияем на информационную политику. Потому что, ну, конечно, вы слышите, наверное, из уст некоторых недовольных чем-то. Были вопросы с ток-шоу связанные или еще что-то. Да, и это звучало как цензура, как Национальный совет нас закрывает. На самом деле это все манипуляция, передергивание. Если внимательно человек почитает наш устав, закон о Национальном совете, он увидит, что мы не регулируем контент. Мы не рассказываем каналам, что и как им говорить. Мы, во-первых, не имеем на это права. Во-вторых, вот я журналист. Я представляю там журналистскую братью нашу в Национальном совете. Я первая буду стоять на заслоне любой попытки к цензуре. То, например, с чем я обращаюсь к каналам и к журналистам. Не быть марионетками, не служить винтиками для своих даже собственников. А быть, знаете, как вот западная журналистика имеет такие традиции. Кто бы не платил мне деньги, он должен уважать мою независимость, мои права на поставку качественной и объективной информации. И это всегда свято, свято все придерживаются. Это то, что я, например, предлагаю каналам. Те, кто говорят, что мы слишком лояльны, тоже не совсем читают закон. Я как раз хочу сказать, что есть очень много моментов, где нужна регуляция. Где мы сегодня живем в такое время. Мы писали законы раньше и правила писали для мира, для мирного времени. Иногда даже не думая о том, что что-то может измениться. Ведь закон пишется на все случаи жизни. Мы жили так, беспечно. Мы открыли свое информационное пространство для тех, кто сегодня отобрал умы наших зрителей. Я имею в виду восток страны, где очень сложно с людьми разговаривать. Именно из-за влияния вот этой пропаганды на умы. Мы очень легкомысленно к этому относились. Поэтому мы, когда пришли на совет, новый состав, мы сразу стали заниматься именно вот этой проблемой защиты информационной. И региональной именно, в частности. Хотя вы, по-моему, ответственны за Одесскую область. Извините, я так приветствую. Да, я взяла для себя Одессину и Полтавскую область. Полтава, потому что я там родилась, а Одесса, потому что я ее люблю. Ну и потому что мне очень были близки проблемы. Я уже с вами об этом говорила. Но проблема информационной безопасности – это номер один сегодня для всех нас. И все журналисты, и каждый канал должен думать об этом. Он не должен ждать, что из надсовета поступит какой-то звонок, приказ, рык, крик прекратить, не давать, или там, что мы будем рассказывать, что говорить, что нет. Это точно нет. Но каждый коллектив должен понимать, что сегодня наша миссия с вами, журналистка, служит своему обществу. Это значит людям давать надежду, успокаивать их, говорить им правду, говорить им разные правды, которые человек может взвесить и принять. Говорить это с уважением к их чувствам, потому что у нас исторически сложилось так, что все мы имеем очень разные сейчас оценки происходящего. Мы должны быть очень чувствительны друг к другу. И мне кажется, что этим должна определяться сегодня журналистская работа каждый день. Когда человек выходит делать новость или садится комментировать, он должен думать сейчас о том, что сейчас вот там, где услышат твое слово, как это человек воспримет. Бросит ли он все и заплачет, возненавидит кого-то, будет ли у него какая-то… Знаете, сейчас очень много говорят о страхе, об ужасе, потому что мы в нем живем. Надо не забывать говорить и о хорошем, чтобы был баланс. В мире есть плюс и минус, добро и зло. Ни одно еще друг друга не победило. Борьба все время идет. И мы должны быть на светлой стороне улицы. Вот это, мне кажется, очень важно. Я, наверное, говорю немножко не о чиновничьих вопросах, но нацсовет наш именно так подходит к тому, какой должен быть эфир. И мы, когда говорим о том, что происходит в эфире того или иного канала, если мы рассматриваем какие-то проблемы, которые возникают, мы оцениваем вот такую позицию вещателя. Это очень важно для принятия решения. Но уверена вам хочу сказать, что к нам сегодня в национальный совет не нужно приходить в страхе, с лицемерными заявлениями, со взятками, с какими-то просьбами о помиловании. Потому что я считаю, что мы служим людям, и к нам не нужно подползать, как это было раньше. Я вижу, что сейчас уже к нам приезжают руководители телекомпаний. Ну, в общем-то, мы говорим на равных. И я вижу, что они это понимают. И такое сотрудничество нам очень важно. И все-таки как-то же нужно контролировать, да, если телеканал начинает агрессивно позицию какую-то свою высказывать. Скажите, как происходит контроль? Есть ли какое-то наказание для такого телеканала? Ну, разумеется. Когда мы начали свою работу, мы попытались ограничить российскую пропаганду. Я имею в виду именно пропаганду. Российские фильмы, да, которые... Российскую пропагандистскую продукцию. В фильмах она, конечно, очень мудро внедрена, поэтому мы занимались и этим. Но пропагандистские новости, вот эти фейковые разные сообщения, которые взрывали людям души, это все, конечно, оно доступно в интернете, это все можно посмотреть через спутник, если очень хотеть. Но если есть возможность это ограничить, влияние этого ужаса на наших зрителей, вот в этой сфере, которой мы занимаемся, значит, нужно это сделать. И мы это сделали. Я хочу сказать, что приезжал однажды один иностранный человек, он приехал в Москву, потом приехал в Киев и говорит мне, вот знаешь, я включил телевизор и думаю, посмотрю, что там на ОРТ. А его нет. Боже, какое счастье, вы не смотрите в ОРТ, сказал он. И в этом не было ничего, никакой шутки на самом деле. Потому что, ну, действительно, мы смогли сделать, ограничить людей от, знаете, от влияния языка ненависти, от лжи, которая разрушает души, которая отравляет. Потому что каждый человек имеет право на качественную и безопасную, есть такое понятие, безопасная информация. Та информация, которая не убивает. Вот это то, что нужно обязательно делать. Мы обратились с этим призывом ко всем телеканалам, и большим, и маленьким, и национальным, региональным, городским, всяким. И я хочу сказать, что с большой ответственностью все отнеслись к этому. Ну, это правда. Все поняли. Конечно, были отдельные случаи. И мы смогли тоже при помощи доступных нам средств это тоже ограничить. Что касается фильмов, борьба была большая. И мы первое, что мы сделали год назад, мы собрали менеджеров больших телеканалов и предложили им самим придумать выход из этой ситуации. А именно, придумать, как сделать так, чтобы мы могли показывать свое. Чтобы мы могли сами снимать. Не для российского рынка, знаете, закрывая название Одесса, там, допустим, город там какой-то неизвестный, но снимая одесские номера с машины, цепляя московские. Хотя все прекрасно понимают, что это снято с участием наших прекрасных, между прочим, одесских артистов, которые тут в избытке. Ну, это к примеру. Как это сделать? И, к сожалению, менеджеры не смогли предложить сами решения. Они между собой все пересорены. Они сами на рынке не могут найти общего языка. Они не могут предложить. Кроме того, они привыкли жить в этой струе. Покупать этот российский трэш, извините за выражение, и предлагать людям, которые тоже начинают привыкать. И сейчас вот я была, например, в Британии и разговаривала тоже с людьми, которые смотрят сериалы. Они прекрасные. Я тоже очень много сериалов люблю. И я им стала рассказывать о том, что вот у нас смотрят вот такие. Все даже не поняли, о чем я говорю, если честно. А у нас все понимают, что сериал – это российский сериал. Вот так прикормило телевидение людей. Я ничего не имею против качественного кино. Совершенно. Я очень люблю кино. И поэтому, конечно, некоторые фильмы, которые попали теперь под запрет, мне их тоже жаль. Но если бы менеджеры, к которым мы обратились год назад, приняли нормальные сами решения и сами поступили, как положено, на рынке, не было бы, наверное, политических решений, не было бы, наверное, законов, которые сейчас, ну, конечно, надо вносить какие-то изменения, знаете, чтобы не было переборов. Я противник экстремизма во всем. Но, тем не менее, считаю, что люди, которые перестанут смотреть эту ежедневную российскую жвачку сериальную, они получат, наоборот, знаете, какой-то… Если им смогут предложить что-то другое, снять свое, купить где-то еще. Закрасно-украинское, конечно. Очень хочется, чтобы была продукция наша. Очень хочется. У нас очень много актеров, очень много специалистов. У нас есть киностудии. У вас вот операторы, которых знает вся страна, между прочим, они, я думаю, тоже могли бы рассказать, как снимается кино. Это все нужно запустить. Ведь у нас это все просто умерло. И это очень важно, чтобы это появилось. Причем очень хочется, чтобы появилось качество. Чтобы не сделали взамен плохого, там, какого-то российской, там, дешевой жвачки. Ведь очень много разных качеств. Вы же сами, наверное, наблюдаете этих фильмов. Появилось не такое же, но на украинскую тематику. А лучше. Понимаете, что… Вот я спорила с многими менеджерами. Они говорят, ну что плохого, если вы смотрите там фильм про какую-то семью, там, я не буду называть фильмы, чтобы не начинать дискуссию. Что, дескать, там плохого? Но ведь там очень много такого, что… Ведь еще кто? Ленин говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Путин вложил огромные деньги в производство фильмов, которые будут нести идеи этого русского мира. Ведь это делается не просто так. А если внимательно посмотреть эти фильмы, вот как они нам меняют наше представление о жизни. Даже отношения между мужчиной и женщиной, если посмотреть внимательно на наши сериалы, вот наши девочки смотрят. И что они видят? Они видят счастье, это когда она заполучила этого богатенького. Из-за него надо драться. Из-за него надо убить эту, там, какую-то разлучницу или в кого-то его отодрать. И, в общем-то, отобрать его деньги. И что-то такое. И даже если не так буквально, как я вам говорю, но отношения, вот если проследить даже гендерную линию, у меня она очень чувствительна, например. Наши женщины получают оттуда представление о том, что все-таки мы немножко второй сорт. Кроме того, вы знаете, я так свое мнение скажу, если разрешить. Зачастую это вот эти не очень хорошие женщины, у них какой-то украинский акцент. Она либо гакает, да, как-то вот есть это. У меня тоже сложилось впечатление, что просто таким образом хотят создать образ. Ну, это очень верное впечатление. Вы почувствовали правильно. Но ведь не каждый человек это чувствует. С другой стороны, мы не можем сказать, не смотри этого, потому что тебе это будет вредно. Потому что кто я? Я же не самый главный, там, я не измеряю меры и стандарты, да, я тоже человек с субъективными какими-то подходами. То есть у меня нет истинной последней инстанции. Поэтому как даже член над Совета или как вообще просто человек, я не могу запретить тебе это смотреть. Я могу тебе объяснить, что мне кажется, что это вот так и так. А ты послушай меня, прими свое решение. Может, тебе так не кажется, но все-таки неплохо бы услышать другое мнение. Поэтому я думаю, что нам важно, кроме того, что мы предложим свое, еще и заниматься просветительством. Это не смешно. Я тоже уверена в том, что телевизор не должен воспитывать. Наши дети должны воспитываться родителями. Мы должны им много читать, с ними разговаривать. Не включайте им телек, чтобы только они отстали. Потому что воспитание – это совершенно другое. Но, тем не менее, телевизор очень влияет на нас. И если мы предложим зрителю мнение, предложим только в очень хорошей форме, в легкой, такой, которая хорошо воспринимается, не назидательная, не сидеть и не читать лекции, а подумать, чтобы это было красиво, стильно, по-нашему, современно, тогда это будет очень хорошо восприниматься, и, возможно, ваше мнение, в общем-то, возобладает. Возможно. Почему не попробовать? Что касается Одесской области и цифрового вещания, уже несколько лет говорят о том, что телевидение аналоговое будет уходить в сторону и придет ему на смену цифровое вещание. У нас в нашем регионе, я могу ошибаться, но более 30 телеканалов в Одесской области. Только 4, по-моему, канала имеют лицензию на цифровое вещание. Скажите, будет ли проходить еще конкурс? Как это будет проходить? Есть ли возможность у других каналов тоже получить лицензию на цифровое вещание? И не закроют ли при этом аналоговые телеканалы? Ну, вы, наверное, слышали, что мы передвинули отключение аналогового и переход на цифру, которое было объявлено так с начала этого года. Нас тоже очень многие обвиняют в том, что нацсовет не сделал перехода и так далее. Но мы как раз приняли это решение. Кстати, посоветовавшись с европейцами, мы рассказали о том, что в стране есть проблема сейчас с переходом. И можем ли мы беспрепятственно пока отсрочить эту историю, чтобы не влиять, не мешать соседям, ведь это самое важное, чтобы мы не мешали соседям на границах со своей формой обещаний. Ну, если говорить для зрителя, понятно, потому что, к сожалению, кстати говоря, наш зритель еще и не совсем понимает, что ему грозит, когда отключат аналоги, включат цифру, или какие будут у него привилегии. Это все надо объяснять. Это одна из, кстати, тех проблем, которые нас заставили немножко это отсрочить. До того, как мы пришли, были известны другие времена, и на рынке цифрового телевидения появился монополист, который узурпировал рынок, который провел конкурс и выиграл тот, кто выиграл. Очень многие не получили, я особенно беспокоюсь о региональном вещании, не получили доступа туда. Многие получили там по каким-то странным привилегиям. Это все заставляет нас думать о том, что нам нужно все-таки изменить порядок вещей. Мы заботимся как раз о том, что вы сейчас спросили, в первую очередь. Может быть, в первую очередь о зрителе, потому что он тоже должен получить доступ. Мы говорим о тюнерах, которые люди должны себе купить. Они должны купить их недорого. Бедные люди должны получить их бесплатно, потому что целая программа была предложена, и вот она должна как-то работать. Люди об этом ничего не знают. Им предлагали тюнеры тоже с очень странной цене, тоже очень странные продавцы. Тоже это все было в одних руках. Вот история с Зионбудом, но я не знаю, зритель знает это или нет, кто такой Зионбуд. Но если говорить о том, что есть на рынке монополист, который решил на всем этом заработать, то так он называется Зионбуд. И вот мы сейчас с ним, с этим Зионбудом боремся как раз в интересах многих вещателей. Поэтому, да, и еще так они устроили эту всю историю, что мы не знаем, если мы сегодня отключаем аналоговое телевидение, будет ли телевидение везде? Потому что никто не знает покрытие. А вдруг мы отключаем, пол Одессы получают телевидение, а пол Одессы телевизор отключился. Это все надо изучать. Поэтому нужно некоторое время. И мы его взяли сейчас. И европейцы согласились с нашим решением, потому что они понимают, что самое главное – это обеспечение людей доступом к телевизору. Ну, естественно, вещатели, особенно региональные, они должны тоже не быть ущемлены, они должны получить доступ. Поэтому сложная проблема. Реклама и, знаете, еще что? Людям нужно рассказывать, что это такое, что такое цифровое телевидение. Потому что кроме этой рекламы, которая там везде шла, я не буду ее называть, но эта реклама, которая называлась реклама цифрового телевидения, на самом деле рекламировала продукт, тюнер, который как раз и продавался за те деньги, за которые человек не должен его покупать, потому что это стоит дешевле. И мы эту рекламу сняли, потому что это не добросовестная реклама, это была коммерческая реклама продукта, она ни в коем случае не объясняла людям, что такое цифровое телевидение, какие его преимущества, что они смогут смотреть. Кстати говоря, нам надо изучить, что они хотят смотреть бесплатно, ведь будет пакет социальный, какие каналы должны туда обязательно попасть. Но это процесс сильно долгий. Вы говорите, мы взяли какое-то время, какое приблизительно, это год или это полгода, месяц? Нет, вряд ли месяц. Наверное, это все-таки займет не менее полугода. В общем-то, я боюсь, что это будет, может быть, 16-17 год. Но я всегда была приверженцем правила, что лучше сделать дольше, но очень хорошо, и никто не вспомнит тебе, что ты это делал долго, если это хорошо. Я согласна с вами. Я очень благодарна, что вы пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Мы будем ждать вас еще и говорить о цифровом телевидении, тем более, что мы поддержим переход на хорошую, качественную картинку. Спасибо. Итак, в гостях у нас Ольга Герасимюк, первый заместитель главы Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины. Еще раз благодарю вас. Это была программа «Вечер на седьмом». Провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Татьяна Милимко. Субтитры подогнал «Симон»!